Друзья, привет! Сейчас мы проведем розыгрыш. Помните, у нас было на один ваучер, заезд в отель, тренировки и так далее. Мы просили написать комментарий, подписаться на канал, а сейчас мы выберем самый креативный, самый интересный комментарий, который был. Комментариев было очень много. Мы, конечно, смотрели с Артуром на 2 или 3 дня. И нас заинтересовал один товарищ. Сейчас мы его найдем. Вот. Ник Корольшут с комментарием, значит. Он написал, если каким-то случайным образом вы выберете меня, то я и весь персонал обниму. Конечно, это мои, так скажем, мечты. Думаю о том, что делать буду. И нам интересно, как этот человек ответит за свои слова в отеле, 70 человек персонала практически. И мы, конечно, приглашаем его на все эти дни проживания за наш счет тренировки вместе с Арчи. И, конечно, мы снимем видосик, как он ходит и всех обнимает. Кстати, ребят, с 28 по 30 число будет заезд в отель, где будут тренировки, питание, спа, процедуры, всякие, куча всего крутого. Но если вы не сможете приехать на 3 дня, вы сможете приехать на 1 день, 29 числа. Я там буду проводить тренировки. Будут 2 тренировки со мной, еще с одним тренером. Будет спа, будут там процедуры какие-то, да, еда будет. Все очень круто будет. Поэтому приходите, ребят. Все ссылки в описании. Смотрите информацию. Всем привет, друзья. Сегодня я вам расскажу, как набрать мышечную массу. Именно мышечную массу. Существует много типов. Эктоморф, мезоморф, эндоморф. И в основном они, естественно, все перемешаны, например, как эктомезоморф и так далее. И расскажем про питание, расскажем про тренировки, расскажем про восстановление. Все, что вам нужно знать, все увидите в этом видео. Полетели. Бодибилдинг, типа, держится на трех китах питание, сон, восстановление и тренировки. И питание это просто преимущественно без питания ничего вообще не будет, даже если вы будете пахать на тренировках, как боженька. Давайте начнем с цифр, я думаю. Первое, это, естественно, калории. Сколько калорий вам нужно употреблять для того, чтобы набирать массу. Если вы худенький такой паренек, как я, да, то вам нужно примерно кушать от 45 до 50 калорий на 1 килограмм веса. То есть, получается, допустим, сейчас считать не будем, я примерно скажу, да, то есть, если я вешу 70 килограмм, то мне нужно употреблять где-то 3500 калорий лично для меня. Для вас по-другому, то есть, умножаете вот это, ну, допустим, 50 калорий на максимум возьмем, умножить на свой вес. И получите общее количество, которое вам нужно съедать за весь день. Следующее, это белки и углеводы. Это составляющая такая тоже, без которой мы не набираем массу, мы не худеем и так далее. То есть, сколько углеводов должно быть? Должно быть примерно от 6 до 7 углеводов, чтобы на килограмм веса, естественно, чтобы мы набирали мышечную массу. Допустим, возьмем 7 граммов углеводов на 1 килограмм веса и получается примерно, наверное, около 350 калорий. Я точно сейчас не могу сказать, потому что я в уме считаю 3 грамма белка по максимуму. И умножим на 1 килограмм веса и получится около, наверное, 250 граммов белка, если не ошибаюсь. Я сейчас не считаю, просто в уме примерные цифры говорю. Вы просто берете 3, умножаете на свой вес и получаете общее количество белка, которое вам нужно скушать за весь день. Также у нас есть жиры еще, ребята. Без жиров никуда, естественно. Нужно кушать в основном полезные жиры, потому что вот такие, как фастфуд, вот это всякое дерьмище, это лучше не употреблять вообще, лучше кушать полезные жиры. Где содержатся полезные жиры? Они содержатся в орехах, они содержатся в оливковом масле, можно вообще омегу-3, рыбий жир покупать. Это все отличные жиры, которые не вредят вам, вашему здоровью, а наоборот полезны, потому что для организма нужны жиры, как вы не крутите. Норма жиров такая для человека получается около 30 граммов, то есть вообще в день. Кушаете 30 граммов жиров в день, это вполне нормально, чтобы существовать как бы отлично вашему организму. Ребят, питаться сколько нужно? Питаться примерно нужно от 5 до 7 раз в день, должны быть средние порции. То есть продолжительность вы покушали, например, утром в 8 часов, потом кушаете в 10 часов, можно через 2-3 часа, это будет не критически. Поэтому 2-3 часа перерыва между едой так и должно быть. Средними порциями кушаете. Вы, конечно, скажете, что типа если редко кушать, то это наоборот заглушает метаболизм, а частые приемы пищи, они наоборот как бы увеличивают, да ускоряют ваш метаболизм, раскручивают. Это правильно. Но если вы будете редко кушать, то организм будет, он же умный механизм, и он будет наперед рассчитывать, что нужно как бы он меня покормит только там через 5 часов. Нужно запасти это как бы энергию для него наперед, и он будет откладывать всю энергию в жир. Естественно, у вас будет копиться жир. Если вы будете кушать через 2-3 часа, организм будет понимать, что как бы он меня покормит через 2 часа, зачем мне энергия типа скапливать ее. Он мне даст ее через 2 часа и будет как бы не откладывать ее в жир, а будет все перерабатываться и идти в мышцы. Кушать в основном нужно медленные углеводы. Что такое медленные углеводы? Медленные углеводы это не сладости. Медленные углеводы это гречка, рис, макароны, то есть вот такие вот изделия мучные, которые долго перерабатываются нашим организмом, да. А сладости, они, естественно, являются быстрыми углеводами, что перерабатывается и идет в жир в основном, потому что они такие быстрые. Они не называются быстрые углеводы, потому что они быстро перерабатываются, перевариваются в нашем организме и идут именно в жировую массу. Сейчас я, естественно, рассказываю о худых людях, да, что им нужно кушать, как там спать, тренироваться нужно именно худым людям. Естественно, для полных людей там другая совсем ситуация, там наоборот сушка, то есть мы не будем набирать массу, если мы весим 100 килограмм, верно? Поэтому если вы худенький человек, у вас жира просто минимум, вам можно читмилить. Читмил это когда вы приходите в Макдак один раз в неделю и хаваете все подряд, там гамбургер, не знаю, там картошку фри и так далее. То есть нажираетесь всяким вредным мусором. Естественно, это тоже помогает, потому что это дополнительные калории, которые, потому что у нас эктоморфов очень быстро все переваривается. У нас энергия просто не успевает скапливаться, и у нас все очень уходит быстро из организма. Наш организм просто как пулемет, он выстреливает от энергии, и у нас просто не набирается жир. Поэтому нужно дополнительные калории принимать, это могут быть гамбургеры, могут быть сладости, могут быть какие-то, не знаю, там булочки, либо что-то хлебобулочные изделия. Это все поможет, но это нужно делать редко, один-два раза в неделю. Теперь, что касается тренировок. Как я и сказал, у нас есть три типа телосложения. Давайте разберем их тоже отдельно. Первый – это эктоморф. Эктоморфы – это худенькие ребята, у которых быстро сгорает и жир, и мышцы. Им не нужно долго тренироваться. 40-45 минут просто в отказ вообще хватает. Но это должна быть такая базовая тренировка. Не нужно делать никаких изоляций, каких-то махов, не знаю, чисто базовая тренировка. Это там жим штанги, не знаю, можно становую включить, приседания. Вот такие вот упражнения, которые задействуют большие группы мышц и много групп мышц. То есть можно подтягивания делать с весом, прибавлять вес и так далее. С каждой тренировкой нужно увеличивать веса, чтобы прогрессировать. Потому что мышцы – это такой орган, который требует прогресса. Потому что если не будет прогресса, то расти мышцы не будут. Поэтому увеличиваем веса с каждой тренировкой и прогрессируем. Ну и не забываем, что эктоморфам нужно тренироваться всего лишь 3 раза в неделю. Можно даже 2. Потому что чем меньше активности у эктоморфа, тем больше массы скапливается, энергии у него. Потому что если мы будем растрячивать энергию, то мы не наберем никаких мышц. Следующий тип телосложения – это мезоморф. Мезоморфы – это просто прирожденные атлеты. Они уже родились атлетами, у них офигенное тело. Это те ребята, которые набирают быстро жир, набирают быстро мышечную массу. Им нужно тренироваться где-то от 45 минут до часа, может до полутора часов. В зависимости от степени ожирения, если у вас жир есть, то вы тренируетесь, может быть, до полутора часов. В основном это должно быть, конечно, кардио, если вы заплывший человек жиром. Также это должны базовые тренировки быть и должны также изолирующие какие-то упражнения тоже присутствовать. Потому что для мезоморфа это вполне все нормально, в отличие от эктоморфа, который не набирает вообще никакую массу. Эктоморфам нужно, естественно, делать много-таки суставные упражнения, которые будут задействовать много мышц и которые будут выделять много тестостерона. Мезоморфам нужно, наоборот, такое что-то по лайту, такое больше, короче, упражнений, которые не содержат большие веса. Наоборот, такие маленькие, ну, средние, я бы сказал, веса, больше повторений, да, чтобы сгонять жир. Если вы, естественно, не толстый, а у вас мышцы мезоморф, то вы можете набирать массу по схеме эктоморфа. В принципе, это тоже нормально. Работайте с базовыми упражнениями, жим, приседания, подтягивания и так далее, становая тяга. Это тоже будет помогать вам, как и в ситуации с эктоморфом, набирать массу. Мезоморфом, в отличие от эктоморфа, можно тренироваться от 3 до 5 раз в неделю. Это могут быть кардиотренировки на, допустим, смотрите, в понедельник, среду и пятницу вы занимаетесь силовыми тренировками, да, а во вторник и в четверг вы делаете тупо по часу, по полутора часов кардиотренировки. Просто бегаете там, не знаю, боксируете, плаваете и так далее. Это будет, естественно, помогать вам сжигать жир. Друзья, ну это видео, конечно, у нас про набор массы, но я также упомяну эндоморфов, да. Мы знаем, кто это такие ребятки. Они очень быстро набирают и мышцы, и жир. Это такие коренастые ребятки, как Федор Емельяненко, да, вот такие здоровые, хоть он и сильный, да, но он заплывший. Вот такие вот ребята. Им нужно тренироваться очень много на самом деле. Для того, чтобы держать свое тело в тонусе, для того, чтобы не заплывать жиром, им нужно тренироваться от полутора часов до трех часов в день. И так около пяти раз в неделю, можно даже семь раз в неделю. Но это должны быть такие сочетания, знаете, тяжелых тренировок с легкими тренировками, чтобы организм восстанавливался. То есть делайте кардио. Много кардио надо делать, чтобы сжигался жир. Также делайте базовые тренировки, упражнения, да. Также делайте изоляцию. Для этих ребят можно делать все, что угодно. И, естественно, нужно составлять отдельно для каждого типа телосложения питание. Если вам нужно это и питание, и тренировки, то можете перейти по ссылочке в описании на сайт archimorris.com. Там тренировки для всех типов телосложения и питания также. А мы продолжаем. Третье, третье, тоже одно из самых важных, что нужно соблюдать вообще для каждого человека, для каждого спортсмена. Лучше вообще всем людям соблюдать это. Это восстановление. Потому что за весь день организм, естественно, получает стресс. Ему нужно восстанавливаться. Особенно, когда вы тренируетесь, у вас волокна мышечные разрываются, им нужно срастаться. Как это происходит? Это происходит, когда мы спим. Естественно, сон должен быть от 8 до 10 часов. Особенно в день, когда вы тренируетесь, вы должны выспаться очень хорошо, чтобы все ваши волокна срастались, все реабилитировалось, регенерировалось и так далее. Поэтому организм, такая штука, хитрая очень, она требует восстановления. Если мы не восстанавливаемся, то мы будем регрессировать. Если мы будем восстанавливаться, то, естественно, будет определенно прогресс. Поэтому, ребята, потренировались, покушали очень хорошо. В день кушаем очень много, если хотите набрать массу, и потом ложимся спать. Никаких клубов, ничего, никуда не ходим, просто спим, ребят. Спасибо большое за внимание. Также вы можете перейти по ссылочке в описании на канал моих друзей. Там будут тоже крутые видосики со мной. Переходите, смотрите, ссылочка в описании. Спасибо большое, ставьте лайк. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok